Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. В силу наличия личной информации, интимной личной информации, я не буду озвучивать некоторые элементы, некоторые детали вопроса. Вот, потому что, ну, мне кажется, неэтичным раскрывать перед неадресной аудиторией те моменты, о которых говорится в вопросе. Вот, кроме того, они в данном случае не являются, так скажем, ключевыми. То есть они не являются определяющими, я бы им так это назвал, так бы я это озвучил. Поэтому, суть вопроса я дам немножечко сжата. Вот, суть в том, что вопрос задает мужчина, 37 лет, вдовец, который в качестве знакомого, а точнее знакомой, имеет женщину, которая вызывает у него определенную симпатию. Он ей много помогает, сама тоже разведена, вот, и без мужчины по словам автора вопроса ей достаточно нелегко. Он ей помогает, но, как бы, о своей симпатии ей не говорит. И, соответственно, как бы, размышляя, спрашивает о том, стоит ли ей говорить об этом. Стоит ли выразить ей то, что он чувствует и то, что он хочет и хочет по отношению ко мне. Ну, понятно, что у нас, как, в принципе, и сказали в данном случае мои коллеги. Есть такое ощущение, что вы как будто бы хотите вот такого, что называется, разрешения от нас, да? То есть, как будто бы вам нужно разрешение, стоит ли или не стоит. Если у вас есть сомнения, то, на мой взгляд, именно с этими сомнениями в первую очередь имеет смысл разобраться. То есть, посмотреть, что это за сомнения, с чем они связаны. Может быть, они связаны со стыдом, может быть, они связаны со страхом потерять друга, ну, в данном случае подругу. Вот, и, соответственно, может быть, связаны с еще какими-то моментами, с какими-то элементами, которые в данном случае вами не раскрываются, но так или иначе имеют достаточно серьезное значение для вас. Вот, поэтому я бы начал все-таки с рассмотрения, с исследования ваших сомнений. Это первое. На что мне хотел бы обратить ваше внимание? Ваше сомнение, ваша неуверенность в себе, ваше отношение к своим желаниям, к тому, что вы хотите и так далее. Следующий момент, на который хочется обратить ваше внимание. Ну, вы пишите, что вдовец, да, вы пишите, что, получается, пережили смерть своей супруги. Вот, очень вам сочистку. И, мне кажется, что, вот, что, ну, вот, мне кажется, что, эээ, в какой-то степени, какой-то степени, у вас вполне возможна, эээ, ну, травма. Вот, именно, эээ, вот, ну, потери, эээ, жили в любом случае есть, вот, и, на мой взгляд, то, что вам имело бы смысл сделать это, там, эээ, с этой травмой поработать, да. То есть, вполне возможно, что, именно вот это ощущение, что вы покинут, эээ, ну, оказались, там, покинуты, эээ, брошены своей, допустим, ну, с, эээ, своей супругой, да, как иногда бывает, не всегда, конечно, но бывает иногда, эээ, бывает иногда такое ощущение, бывает иногда такие, эээ, переживания, вот, у людей. А, соответственно, это может, может, эээ, быть, эээ, ну, может, эээ, оказывать на вас, эээ, влияние, эээ, ну, сейчас, вот, в этом, эээ, в этом, ээээ, в этом состоянии. Вот. То есть, эээ, мне кажется, что было бы очень здорово, если бы вы, эээ, постарались бы прожить, ээээ, то, что вас формировало. Может быть, освободиться, наконец-то, от, ээээ, какой-то обязанности или долг, эээ, долгом, ээээ, ну, перед, вот, ээээ, своей женой. Я, конечно, не знаю, эээ, редко он у вас, да, я не знаю, ээээ, чувствуете ли вы, вот, ээээ, ну, эээ, какую-то, какую-то обязанность, эээ, перед своей женой, да? Вот, ну, эээ, на мой взгляд, вот, совершенно очевидно, что, что-то такое, вот, у вас, эээ, ну, может быть, как мне, по крайней мере, кажется. Вот, вот, ну, и, да, эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ становится старше, тем сложнее ему выражать свои желания, тем сложнее ему выражать свои потребности. Вот. Это правда. На мой взгляд, то, что вам имеет смысл сделать, это научиться, ну, возможно, даже не признавать свои чувства, да, свои эмоции, а выражать их, возможно, имеет смысл вам в этом направлении, а, ну, как бы, действовать. Вот. Другой вопрос, как бы, ну, есть ли у вас для этого ресурсы, вот, потому что, может быть, такое вполне, ну, вполне естественно, нормально, что у вас такого нет, потому что у вас нет таких ресурсов, да, и, соответственно, вам, может быть, вы знаете, что тяжело и трудно. Это вариант особенных случаев, что оно. Особенные случаев, тот момент, тот аспект, вот, значит, что, ну, может быть, эм, эм, элемент, эм, так, скажем, эм, чувство эм, эм, и, может, эм, может присутствовать элемент, эм, счет того, всегда. Потому что работать здесь имеет смысл, эм, в том числе и со сыном, вот. Там очень важный момент, на который хочется обратить ваше внимание к вам, в первую очередь, потому что совершенно очевидно, что чего-то вы боитесь, что чего-то вы опасаетесь, что что-то вам тяжело. Но тут важно, конечно, в этом смысле этот аспект поисследовать. И разобраться с ним, конечно. Вот, 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 вот такой ответ я мог бы вам отвечать. Да, к сожалению, максимально у вас получился сжатый текст описания. Вот, по большому счёту вы даже не задаёте никакого вопроса. То есть вот, ну, вот этот вопрос. Вот, его как будто бы и нет. Вот, если вы просто, ну, ознакомите нас с некой, вот, так скажем, с некой, с некой, с некой ситуацией, вот и всё. То есть хотелось бы, конечно, больше немного информации, о ситуации, вот, но вы её не предоставили, к сожалению. Вот, соответственно, в итоге, ну, ответ вам в данном случае, вот, даётся такой, вот, исходя из тех данных, которые вы предоставили. Вот. Хотя, хотя это и, на мой взгляд, на мой взгляд, откровенно, ну, мало. Вот. То есть откровенно недостаточно этого для ответа, скажем. Скажем так. Вот. Но, тем не менее, надеюсь, что хотя бы немножко смог раскрыть вам ситуацию, надеюсь, хотя бы немного смог показать вам то, какая может быть у вас, ну, в целом проблематика. Вот. И, соответственно, дальше вы уже, ну, сможете сами решить для себя, что вы хотите. Конечно, лучше всего это психотерапия. То есть, ну, лучше, что вы можете, ну, для себя сделать, да, это вот, заняться психотерапией, вот, и как-то поисследовать аспекты, которые вас беспокоят. Ну, потому что понятно, что в самом принципе они никуда не уйдут. вот. Вот, наверное, такой, такой ответ я бы мог вам сейчас предложить. На этом всё. Надеюсь, что это было полезно вам. Надеюсь, что это было интересно вам. Надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. надеюсь, что у меня получилось хотя бы дать вам некоторую пищу для размышлений, вот. Обращайтесь за помощью. Вам я буду очень благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой, вот. ну, то есть, сформулировать, так скажем, базовые постулаты, базовые постулаты для психотерапии. Вот. То есть, вам это поможет увидеть, в каком направлении вы хотите двигаться. В целом, куда и как вы хотите двигаться. Вот. И, соответственно, сможете оперативно обратиться к за помощью в решении этих проблем. Потому что самостоятельно вы, скорее всего, с этим справиться не сможете. Вот. Вот. Ну, если бы смогли, да, то я думаю, что, если бы могли, то я бы обращал за помощью сети, да, и я думаю, что вопрос, ну, вопрос, скорее всего, был бы уже, что называется, решённым, в этом, ну, в этом смысле. То есть, ну, вы бы уже решили, решили бы вопрос, да, вы бы уже решили, например, как вам действует, да, вот. Вот. Решили бы, в каком направлении вам двигаться, как вам двигаться, вот. И так далее. так далее. Это вот. Было бы, такой, вашей позиции. Эм, поскольку этой, эм, позиции нет у вас, вот, то я думаю, что помощь, эм, ну, вот, в том, чтобы определиться, э, вам не отходило. Вот. А, всего самого доброго, удачи, обращайтесь.